В эфире программа «Право знать». Здравствуйте! Зима снова удивляет новгородцев своим непостоянством. Отепели сменяются резкими морозами, дороги и тротуары превращаются в каток, с крыш угрожающей нависает наледь. Наш сегодняшний выпуск мы посвятим уборке дорог в зимнее время, но для начала краткий обзор новостей о деятельности региональной прокуратуры. Решением Новгородского районного суда в попытке продажи психотропного вещества признан виновным ранее судимый новгородец Тарас Лихойда. Установлено, что в январе 2015 года, находясь в деревне Новая Мельница, он продал за 2000 рублей порядка двух граммов амфетамина человеку, действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия. Вину в совершенном преступлении подсудимый не признал. Суд назначил Лихойде наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил. В Старорусском районном суде вынесен обвинительный приговор в отношении 56-летнего жителя поселка Пала Парфенского района. Он признан виновным в совершении преступления по статье «Незаконная рубка лесных назаждений, совершенная в крупном размере». Судом установлено, что в конце июля 2016 года подсудимый незаконно вырубил на территории Парфенского участкового лесничества 11 деревьев породы сосна, причинив лесному фонду ущерб на общую сумму более 80 тысяч рублей. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов проверки прокуратуры района. Вину в совершенном преступлении подсудимый признал в полном объеме. Приговором суда назначено наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Прокуратура Великого Новгорода провела проверку соблюдения администрации города законодательства о водоснабжении и водоотведении. В соответствии с требованиями федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления и водного кодекса, эксплуатация канализационных сетей в границах водоохранных зон допускается при условии их оборудования сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заеления и истощения. В нарушении указанных требований администрации Великого Новгорода при эксплуатации находящейся в муниципальной собственности сети коммунальной дождевой канализации по улице Береговой допускаются сбросы неочищенных сточных вод в безымянный ручей с последующим попаданием в реку Волхов. По данному факту прокуратура города в отношении администрации Великого Новгорода возбудила дело об административном правонарушении. В данный момент оно находится на рассмотрении. Прокуратура Новгородской области подвела итоги работы по надзору за исполнением законодательства о противодействии экстремизму и терроризму в 2016 году. Всего органами прокуратуры области было проведено более 630 проверок, выявлено более 3200 нарушений закона. К ответственности по материалам прокурорских проверок привлечено к дисциплинарной и административной ответственности около 300 виновных лиц. Программы профилактики терроризма и экстремизма, предусматривающие проведение мероприятий по реализации комплекса мер по усилению антитеррористической защищенности, приняты и реализуются практически во всех муниципальных районах области. Вместе с тем указанная программа не была разработана и принята администрацией Старорусского района. По данному факту Старорусский межрайонный прокурор внес главе представление об устранении выявленных нарушений, по результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Также прокуратурой Великого Новгорода было установлено, что в 23 образовательных организациях города отсутствует система видеонаблюдения. По данным фактам в суд были направлены исковые заявления, которые удовлетворены в полном объеме. Аналогичные нарушения выявлены прокурорами Валдайского, Маловишерского, Моревского, Солецкого, Хвойненского, Чудовского, Шимского районов, Боровическим и Старорусским межрайонными прокурорами. В суды области направлено 73 исковых заявления. В настоящее время большинство образовательных организаций оборудованы системой видеонаблюдения. Кроме этого, в 2016 году органами прокуратуры области пресечены 6 фактов массового распространения экстремистских материалов и демонстрирования нацистской символики. 8 страниц сайтов, содержащих экстремистские материалы, заблокированы. Серьезную травму получила жительница поселка Демянска. Она поскользнулась прямо на крыльце районной больницы. В результате падения женщина получила закрытый перелом руки. Как выяснилось в ходе проверки, участок дороги от терапевтического отделения до хирургического не был обработан противогололедными материалами. Прокуратура района после проведения проверки внесла в адрес исполняющего обязанности главного врача Демянской ЦРБ представление об устранении нарушений законодательства с требованием привлечь виновных к дисциплинарной ответственности. Участок дороги был незамедлительно обработан пескосоляной смесью. И подобных случаев в Новгородской области, начиная с ноября, с момента, когда ударили первые морозы, накопилось уже немало. Прокуроры на местах, горы и прокуроры, организовали ежедневное поступление информации с медицинских учреждений, с приемных покоев, с травматологических отделений, о фактах поступления к ним граждан, которые травмировались на улице, не в домашних бытовых условиях, а именно на улице. Соответственно, эти факты сразу берутся в проверку. В прокуратуру поступило более 800 сообщений, по которым более чем в 700 случаях прокурорами проведена проверка. И можно сказать, что каждый десятый факт травмирования граждан был по вине тех или иных должностных лиц. Не исключено, что абсолютно по всем обращениям удалось бы собрать достаточное количество доказательств о вине тех или иных должностных лиц. Но обнаружить нарушения порой не удается из-за резкой смены погодных условий. А эта зима действительно отличается непостоянством. Именно поэтому органы прокуратуры регулярно проводят рейды, в ходе которых фиксируют ненадлежащее исполнение законодательства по благоустройству. В зимний период управляющие организации и товарищества собственников жилья обязаны проводить качественную и своевременную очистку придомовых территорий от снега, а также обработку противогололедными материалами. То же самое касается крыш многоквартирных домов, с которых необходимо убирать снежные навесы и сосульки. Невыполнение указанных требований закона ставит под угрозу безопасность жизни и здоровья граждан, среди которых могут оказаться как лица пожилого возраста, так и несовершеннолетние, иные особо охраняемые государством категории граждан. Контролирующими органами в данной сфере являются непосредственно контрольно-административное управление администрации Великого Новгорода, так и комитет государственного жилищного надзора и лицензионного контроля Новгородской области. Специалисты в рамках ежедневных обходов, конечно же, смотрят за этими территориями, контролируют, выявляют нарушения. Если таковые имеются, фиксируют, выдают предписания. Срок предписания буквально один день. В основном, конечно, управляющие организации справляются с поставленными задачами, устраняют нарушения. В случае неустранения ранее выданного предписания, контрольно-административное управление, в частности наши специалисты, имеют право составлять протоколы за неисполнение ранее выданного предписания. В январе специалисты контрольно-административного управления администрации Великого Новгорода по итогам ежедневных обходов и объездов территорий выдали более ста предписаний в адрес специализированных и управляющих прочих организаций. Составлено 28 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных штрафов составила 462 тысячи рублей. Чаще всего внимание привлекают плохо расчищенные от снега дорожки, а также ступени, как в случае с домом номер 2 по улице Локомотивная. По этому адресу было отмечено еще одно нарушение. ЖУ-12, осуществляющее управление этим домом, не обратило внимания на крышу, с которой свисают ледяные наросты уже метровой длины. Сосульки представляют особую опасность для местных жителей. В Новгородской области обрушение наледи не раз становилось причиной получения серьезных травм и даже гибели людей. Особое внимание мы уделяем содержанию общей территории и содержанию образования наледи на крышах в дошкольных и школьных учреждениях, потому что это в первую очередь общественная резонанса. И, соответственно, в данных заведениях, безусловно, в первую очередь надо обращать внимание на то, чтобы наши дети ни в коем случае не были травмированы. Соответственно, эти факты мы, в принципе, должны исключить. Прокуратура города неоднократно, как посредством внесения актов реагирования, так и посредством проведения оперативных совещаний, указывала на необходимость администрации усилить контроль за соблюдением правил благоустройства территории городского округа. Но далеко не все организации, ответственные за уборку городских улиц, добросовестно исполняют свои обязанности. В осенне-зимний период конца 16-го и начала 17-го годов в адрес прокуратуры Великого Новгорода из медицинских учреждений поступило более 500 сообщений о травмировании граждан с конкретными адресами и указанием возраста потерпевших. Чаще всего в травматологические отделения поступали горожане преклонного возраста. По каждому факту прокуратуры города организуются и проводятся соответствующие проверки, в том числе при наличии оснований дается оценка и процессуальной составляющей, то есть действием и бездействию ответственных должностных лиц на предмет наличия состава уголовного преступления. Как показывают результаты проверок, ежегодно в деятельности управляющих организаций ТСЖ и ЖСК выявляются нарушения требований закона в рассматриваемой сфере. Так, за период осенне-зимний период 2016 года и стекший период 2017 года прокуратурой выявлено более 15 нарушений, по которым внесено 12 представлений. Четыре представления на данный момент уже рассмотрены, удовлетворены, выявленные нарушения устранены. Остальные представления городской прокуратуры в настоящее время находятся на рассмотрении. Отметим, что действующим законодательством за нарушения в указанной сфере предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. И если административная предполагает наложение штрафа для должностных лиц от 4 до 10 тысяч рублей, а для юридических до 100 тысяч, то в рамках рассмотрения уголовного дела виновным лицам может грозить арест и ограничение свободы. Все выпуски нашей программы можете посмотреть на сайте Новгородского областного телевидения или в группе проекта ВКонтакте. С вами была программа «Право знать». Увидимся в следующую среду в 20.25 на Новгородском областном телевидении. Новгородском областном телевидении.